Правительство в ближайшее время представит национальный план восстановления экономики. 19 мая об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании у президента Владимира Путина. План основан на идее дальнейшего смягчения фискальной политики. Предполагается смягчение фискальной политики в размере более 10% ВВП, а также рост дефицита консолидированного бюджета в 2020 году до 8,5% ВВП. Источник покрытия примерно половины федерального дефицита – перераспределение текущих федеральных расходов. Владимир Путин на совещании с правительством констатировал, по объективным причинам в 2020 году не будут использованы некоторые программы. На деле проблема в том, что едва ли не впервые за все 20 лет нахождения Путина у власти ему необходим сильный, способный на решительные меры Кабмин. Но в правительстве Мишустина упорно считают, что трудные времена нужно пересидеть, ничего не меняя по существу. Да, можно кого-то поддержать или ключевую ставку еще раз снизить, но никаких реформ затевать не следует. Власти хотят сохранить статус-кво – экономическую систему, которая сложилась на протяжении последних десятилетий. Такая тактика может закончиться экономической катастрофой. И тогда не исключено, Путину придется отправить правительство Мишустина в отставку, чтобы списать на него ответственность за массовую безработицу и обнищание населения. Политика Кабмина понятна. Во всем мире сейчас прибегают к так называемой кенсианской модели. То есть на спаде пытаются стимулировать спрос. Делается это путем накачки экономики деньгами. Механизм прост. Министерство финансов выпускает государственные долговые обязательства, а скупает их в основном Центральный банк страны. По сути, такое заимствование – это просто-напросто выпуск новых денег. Чистая эмиссия. Кто получит деньги, которые собирается напечатать Кабмин Мишустина? Помогать будут прежде всего крупному бизнесу. Плюс поддержку бесспорно получат банки. Они сейчас шаг за шагом попадают в сложное положение. Доходы у заемщиков упали, возвращать кредиты часто нечем. И малому бизнесу, и среднему, и даже крупному. В итоге у банков наверняка возникнет дыра в балансе. Отрицательная сальда. Мелочь спасать не станут, если, конечно, у этой мелочи нет особых отношений с Центром управления, с правительством. Что до раздачи в России денег физическим лицам, об этом речи вообще не идет. Что Кремль будет делать, если страну охватит безработица? Отправит Мишустина в отставку? Сейчас, я считаю, Мишустина не время отправлять в отставку. Такой шаг лишь произведет впечатление нестабильности. Добавлю, президент Путин не любит таких отставок. В январе-феврале произошла смена Кабмина Дмитрия Медведева. Но сколько лет до этого состав правительства оставался практически неизменным. Тасовать колоду министров было модно при Борисе Ельцине. Но сейчас, по всем соображениям, менять Мишустина невыгодно. Он выполняет то, что от него требуют. Для Кремля это главное. А как там будет с безработицей, с доходами населения – вопрос глубоко вторичный. Абсолютной катастрофы, скорее всего, не будет. Но уже сегодня налицо значительное падение благосостояния населения. И людям придется приспосабливаться к ситуации. Рост недовольства несет для Кремля политические риски. Политически значительно большую опасность представляет рост благосостояния, а не его падение. Человеку, который занят выживанием, не до протестов. Он целый день ищет, грубо говоря, кусок хлеба. Если нет организаторов протеста, а в России их нет, поле полностью зачищено. Сама по себе масса недовольных не сорганизуется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok